О чём ты думаешь, когда слышишь выражение «кассовый разрыв»? Если представляешь, что касса разрывается от налички, то этот ролик для тебя! Впрочем, если ты в курсе, что это такое, всё равно посмотри видео. Потому что с кассовым разрывом сталкивается каждый третий предприниматель. Причём не только в начале пути. Многие попадают в эту яму по нескольку раз в год. Так что очень важно вовремя распознать грозящий кассовый разрыв и знать, как с ним бороться. Я не знаю, как обойти кассовый разрыв. Всё время в них попадаю. Считаю, что это норма для растущей компании. Евгений Черняк. Устраивайся поудобнее, капай корвалом. Сейчас будет история Бу. Бу, конечно, обезьяна, но у него есть своё дело с подрядчиками и всей курмой. Бу не помнит всех финансовых деталей. Сколько денег должно капнуть, сколько поступило предоплат. Да чёрт его знает. Бу привык каждое утро открывать онлайн-банк, смотреть и радоваться. Но в один день всё меняется. Бу просыпается в холодном поту. По взгляду кошки он понимает, что во сне кричал. Бу приснилось, что ему нечем платить подрядчику. Бу попал в самый настоящий кассовый разрыв. Но как же так вышло? Сейчас объясним на бананах. Бу получил три банана в качестве предоплаты и отдал их за рекламу. Он знал, что скоро платить подрядчику, но надеялся на другую предоплату, а её, как назло, задержали. Подрядчик тут же отказывается работать без денег. Теперь у Бу есть обязательства перед клиентом, который уже внёс предоплату. А выполнить их он не может, потому что денег на это нет, и подрядчик бастует. Если бы Бу был подписан на этот канал, он бы не попал в такую ситуацию. Сейчас мы расскажем, как побороть кассовый разрыв. Для этого нужно разработать план спасения. Шаг первый. Нужно скурпулёзно посчитать, сколько денег торчишь сейчас и сколько будешь торчать в ближайшее время. Нужно учесть всё, без чего работа встанет. Сервисы и подписки, выплаты подрядчикам, налоги и всё такое. Шаг второй. Нужно понять, кто торчит тебе. Составь список клиентов, по которым обязательства уже выполнены, но деньжат они пока не перевели. Прикинуть, когда оплаты капнут на счёт, и разработать два сценария. Первый. Позитивный и маловероятный. Все заплатят после первого напоминания, тогда можно плакать и обнимать каждого. Второй. Негативный и стопудовый. Все будут морозиться. Тогда кровно заработанные придётся выбивать. Третье. Нужно поговорить с исполнителями и честно объяснить всю ситуацию. Поплакать у них на плече. Напомнить, что работаете вместе давно и что никто никогда никого не кидал. Признать, что есть проблемы и показать план по выходу из ситуации. Если исполнители не согласятся, можно предложить заплатить им больше, но позже. Главное, чтобы они вернулись к работе. Если они упрямо стоят на своём, нужно в срочном порядке искать новых или осваивать их профессии и всё делать самому. Универсальный совет. Если вы столкнулись с кассовым разрывом, лучше платить мало, но часто. Пусть поставщики и подрядчики видят, что вы пытаетесь решить проблему и не кидаете их. И, наконец, шаг четвёртый. Если в тылу нужно осторожничать и снижать расходы, то на фронте необходимо перейти в наступление и настойчиво требовать деньги со всех, кто должен. Ещё стоит оптимизировать расходы. Короче, срезать всё, без чего можно выжить. Делать вид, что дырки в джинсах — это дизайнерское решение. Если всё пойдёт хорошо, то уже через несколько недель ситуация начнёт налаживаться и деньги на счёте снова появятся. Теперь важно не расслабляться. Нужно раз и навсегда запомнить глубину жопы, которая скрывается за кассовым разрывом и больше никогда не играть в очко с предоплатами. Вот рекомендации, чтобы ты никогда не столкнулся с кассовым разрывом. Первое. Разделяй деньги и обязательства. Полученная предоплата — это ещё не заработанные деньги. Заказчик может в любой момент попросить её обратно. Старайся вообще не тратить предоплату. Пусть она спокойно лежит на счёте и радует глаз. Рули только своими деньгами. Их можно вычислить, если сложить подписанные акты. Второе. Создай платёжный календарь. Запланируй все платежи заранее и следи, чтобы денег на счёте хватало. Третье. Можно быть совсем красавчиком и посчитать точку безубыточности бизнеса. Это сумма, которую нужно заработать, чтобы покрыть все расходы. Четвёртое. Почитай про финансовый учёт. Научись правильно считать чистую прибыль и узнай про активы и пассивы. Однажды эти знания твою предпринимательскую задницу спасу. Серьёзно. Пятое. Сначала подумай, потом выводи деньги. Не наоборот. Если на счёте есть пара тысяч, это не значит, что они твои. Шестое. Высший пилотаж — это назначить себе зарплату и бонус, который привязан к чистой прибыли. Твоими будут три копейки, которые останутся после оплаты всех расходов, кредитов и налогов. Седьмое. Создай резервный фонд. Каждый месяц откладывай какой-то процент от чистой прибыли в резерв. Твоя цель — сделать так, чтобы резервов хватало на несколько месяцев жизни компании, если наступят тёмные времена и выручки не будет вообще. Теперь ты знаешь, как бороться с кассовым разрывом. Помни, большинство предпринимателей с ним сталкиваются. А кому-то он даже идёт на пользу. Подписывайся на канал и ставь лайк, чтобы в кассе всегда были деньги. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова